Всем привет, с вами Андрей. Сегодня хочу снова снять видео про обстановку в Турции, в Кушадасах, рассказать о том, какие сейчас идут разговоры, что нового, что интересного. Сейчас один из интересных разговоров ведется о том, что, возможно, скоро снова начнут продлевать виды нажительства. Это связано с тем, что в Министерстве туризма Турции велось обсуждение проблемы оттока иностранных туристов в Турции. И что это плохо влияет на турецкую экономику. В связи с этим высказывалось мнение, что необходимо продлевать вид нажительства для туристов, которые готовы оставлять в Турции определенную сумму в месяц, у которых траты способствуют развитию турецкой экономики. Детали обсуждаются, но в целом динамика кажется более-менее положительной. То есть сейчас дождемся выборов в Турции, и, возможно, после этого будут какие-то позитивные изменения для иностранных туристов. Возможно, получится продлить вид нажительства или получить новый. В связи с этим настроение у некоторых туристов становится лучше у тех, кто не уехал. Но я сам лично общался со многими, у кого уже вид нажительства подошел к концу, кто уже сделал визоран, и кто вот буквально с недели на неделю будет уезжать. И, как правило, люди уезжают в Сербию, в Албанию, в Казахстан. То есть в такие страны люди рассматривают как наиболее доступные, наиболее реалистичные. Те люди, у кого, может быть, больше возможностей, рассматривают другие страны Европы и такие, как Португалия. И, ну вот, Португалию часто рассматривают. Но там, конечно, сложнее получить вид нажительства, потому что требуется больше денег. Не у всех такие деньги есть. Вот, это новости касательно вид нажительства, которые я сам слышал, которые меня тоже немножко обрадовали и вселили мне надежду, что, может быть, получится остаться в Турции еще на какое-то время. Тем не менее, это не точно. Это лишь разговоры. На данный момент пока что ВНЖ не продлевают и новые ВНЖ не дают. Так, теперь, что касается цен. Цены в магазинах, вот, последнюю неделю-две, на мой взгляд, особо не изменились. То есть, цены держатся на том же уровне, достаточно высоком для Турции. И особенно это касается курортных городов, как Куршадасы, где я живу. Потому что в этих городах много иностранцев, и в этих городах цены растут быстрее, чем в таких городах, как, например, Айдын или Измир, где нет выхода к морю, нет пляжей. И, соответственно, насколько я знаю, я был в Измире несколько раз. В общем, там, по-моему, к морю нет выхода, да. И поэтому там, конечно, цены ниже, и цены растут не так быстро, как у нас в Куршадасах. Теперь по поводу обстановки в городе. Сейчас проходят множество политических акций в Турции. То есть, проводятся всякие концерты. В поддержку одного или другого кандидата проводят всякие акции. Ездят много маршруток агитационных. То есть, для жителей Турции сейчас такой вот момент, когда будут, возможно, какие-то перемены. В зависимости от того, кто там победит на выборах. Вот. Ну, я за этим наблюдаю со стороны. Я, конечно, никакого тут веса не имею. Я иностранец, просто смотрю, потому что на меня это повлияет. Может быть, в какой-то степени, вот, именно с точки зрения получения вида на жительство. Так, теперь по поводу других новостей. Наконец, стала погода потеплее. Плюс 19. Сегодня у нас 26 марта. Вот, видите, погода плюс 19. Тепло, комфортно. Уже, в принципе, в скорой футболке можно будет ходить. И даже плавать в море. Так что настроение нормальное. Настроение, так скажем, рабочее. Если там не считать печальные новости из Москвы, то все более-менее в порядке. Всем спасибо за просмотр. До встречи. Академия. Продолжение следует. Академия.